Утро нового дня. Программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Здравствуйте! Сегодня среда, 22 марта. У микрофона Алексей Сорокин. В утреннем эфире вы услышите. Ульяновская область перешла в активную фазу подготовки к посевной. Посевные работы могут начаться раньше запланированного срока. Об этом на штабе по комплексному развитию региона заявил глава Минсельхоза области Михаил Семенкин. В трех километрах от поселка Красный Гуляй Сенгелеевского района находится единственный в Ульяновске комплекс пещер «Змеиная горка», который является памятником природы. Это излюбленное место туристов и начинающих спелеологов. Правильное питание – основа для поддержания здоровья женщин в любом возрасте. Если в рационе недостаточно питательных веществ, то нарушаются обменные процессы, и это отражается на всех системах организма. Советы по правильному питанию для женщин даст главный терапевт Ульяновской области Надежда Рогожина. Открывает утреннюю программу мой коллега Евгений Слюняев. Он расскажет о знаменательных событиях и интересных фактах, произошедших в этот день. Исторический хронограф Здравствуйте! У микрофона журналист Евгений Слюняев. Сегодня, 22 марта, отмечаются Всемирный день водных ресурсов, День Балтийского моря и Международный день таксиста. В разные годы истории 22 марта происходили следующие события. В 1633 году Галилей вынужденно отрекся от своих научных изысканий. И в качестве помилования заключение в тюрьме инквизиции ему было заменено на изгнание и жизнь в уединении. Существует красивая легенда, что, произнеся текст отречения и встав с колен, Галилей якобы произнес, а все-таки земля вертится. 22 марта 1654 года в Москву прибыло посольство Гетмана Богдана Хмельницкого для определения статуса запорожских казаков в составе России. 22 марта 1907 года на улицах Лондона появились первые автомобили со счетчиками оплаты за проезд. Тогда же родилось и название этого вида транспорта – такси. Приборы, называемые таксиметрами, показывали пройденное автомобилем расстояние и избавляли пассажиров и водителей от споров, сколько следует заплатить за поездку. 22 марта 1915 года достигнута одна из крупнейших побед российской армии в Первой мировой войне. После четырехмесячной осады под натиском российской армии пала австрийская крепость Перемышль. 22 марта 1917 года Соединенные Штаты Америки первыми в мире признали Временное правительство в России. С 22 марта 1935 года Персия стала официально называться Ираном. 22 марта 1943 года немецкими фашистами и их пособниками-националистами осуществлено массовое убийство жителей белорусской деревни Хатынь. 22 марта 1945 года совершен налет англо-американской стратегической авиации на немецкий город Хильдесхайм. В результате которого погибло более тысячи человек гражданского населения. 22 марта 1951 года на базе Московского телецентра на Шабловке создана Центральная студия телевидения СССР. Ранняя весна повлияла на планы аграриев. Посевная может начаться уже в первой половине апреля. На юге региона поля уже свободны от снега. Идет подкормка озимых культур. Это вынужденная мера, обусловленная погодными условиями. Часть озимых может погибнуть. Но даже при таком исходе урожай прогнозируется рекордный. Как и урожай прошлого года. Слово министру агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаилу Семенкину. Подготовка посевной кампании в этом году у нас идет достаточно быстрыми темпами. Напомню, что еще раз учитывая то, что погодные условия у нас меняются. Мы видим, что у нас идет ранняя весна. Ранее мы наблюдали с вами, что в марте у нас с вами, соответственно, лежит снег. Также сопровождается определенными морозами, минусовыми температурами. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Более того, хочу сказать, что в южной части нашего региона уже открылись поля. Снег ушел. Уже даже сельхоз, старопроизводители некоторые приступили к подкормке озимых культур. И я особо хочу внимание уделить именно южному кусту сельхозтовропроизводителям на предмет того, что те озимы, которые сейчас открылись при температуре минус 10, соответственно, для них это уже является стрессом. В том числе могут получить определенный термический ожог. Поэтому сейчас очень важно приступить к подкормке озимых культур на тех полях, которые у нас с вами раскрылись. Мы смещаем срок подготовки к весенней полевой кампании. Если уже раньше мы говорили 15 апреля, то сейчас мы уже говорим, что это конец марта. Мы должны уже иметь полный, что называется, боевой комплект всех сельхозтовропроизводителей. В частности, я в речи ввиду о сельхозмашинах. Они должны быть готовы 100%. У нас на сегодняшний день 95% готовой сельхозтехники осталось. Грубо говоря, вот нам с вами всю сельхозтехнику привести в 100% готовности для того, чтобы выйти на поля. Главная задача наша на сегодняшний день – это закрыть влагу. Потому что мы понимаем, что вся продуктивная влага, которая у нас с вами стала, должна была войти в поля. Учитывая промерзание почвы, она ушла, соответственно, вся эта влага во враги, в пойму реки. И влаги, как таковой, мы с вами по весеннему таянию снега не получим. Поэтому сейчас основная задача будет максимально оперативное закрытие влаги и приступить уже к севу буквально в начале апреля текущего года. По семенному запасу, скажем так, у нас с вами обеспеченность 114%. Здесь никаких рисков у нас нет. По гибели азимокультур мы на сегодняшний день пока не фиксируем. Еще раз говорю, мы будем уже понимать, когда окончательно снег сойдет, азимы раскроют, соответственно. И будем уже проводить мониторинг и четко понимать уже, какая ситуация у нас по состоянию азимов. В целом, по тем монолитам, которые мы вместе с Россельхозцентром проводили обследование в феврале месяце, у нас на сегодняшний день 56% это все, что касается хорошего состояния азимов и 44%, соответственно, это те азимы, которые находятся, скажем так, в удовлетворительном состоянии. Тем не менее, у нас запас объема семян достаточно для того, чтобы в том числе и те азимы, которые будут зафиксированы в качестве гибели, пересеять под яровой сев. Напомню, что у нас и азимый сев, и яровой сев в текущем году под зерновой зеробобовой культуры будет увеличен. И таким образом мы с вами готовим достаточно хорошую прогнозную планку на предмет объема зерна, который мы должны собрать в 2023 году. А по итогам 2022 года, уже Росстат данные представил, объем у нас составил 2 миллиона 183 тысяч тонн. Валовый сбор зерна – это исторический рекорд с 1982 года. А по урожайности абсолютный рекорд исторический, который мы, соответственно, ранее не собирали. Но это нас не успокаивает, поэтому задачу губернатора ставят на текущий период – валовый сбор и урожайность должна быть еще выше. Поэтому все, что касается семян, все, что касается удобрений, в этом году мы максимально подходим к более высокому уровню по сравнению даже с прошлым годом. Поэтому все дальше уже будет зависеть, конечно, от погодных условий, но в рамках подготовки к весенней полевой кампании у нас готовность выше по сравнению даже с предыдущими годами. Также в областном центре по традиции открылся сезон весенних сельскохозяйственных ярмарок. Овощи, мясо, мед и другие продукты жители города могут купить по сниженным ценам. Минсельхоз формирует и направляет сельхозтоваропроизводителям рекомендованную стоимость того или иного товара. Следующая ярмарка пройдет в Ульяновске 25 марта на улице Минаева. Продолжит министр агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаил Семенкин. Начался старт наших областных сельскохозяйственных ярмарк весенних. Мы провели 11 марта первую ярмарку в железнодорожном районе на проспекте Гая. В ярмарке у нас приняли участие наши сельхозтоваропроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, предприятия потребительской кооперации, индивидуальные предприятия, личные подсобные хозяйства. Порядка 20 муниципальных образований на сегодняшний день направили на участие ярмарка. Порядка 188 сельхозтоваропроизводителей, которые привезли свою продукцию. И действительно, это очень важно для нас, когда мы выстраиваем такие коммуникации с первых рук, что называется, от сельхозтоваропроизводителя к потребителю. Хочу также поблагодарить в первую очередь Управление сельского хозяйства муниципальных образований за организацию участников ярмарки. И еще раз объявить о том, что у нас каждый желающий может поучаствовать в ярмарке, направив заявку в администрацию муниципальных образований, где планируется проведение ярмарок. И, конечно, безусловно, очень важно иметь на руках сопроводительные документы, подтверждающие качество продукции, и привести заявленный объем. Что касается ярмарок, в весенний период мы их проведем 8, практически во всех муниципальных образованиях. Они пройдут в городе Ульянска, в том числе Черноклинский район и рабочий поселок Ишеевка, но Ульянск. Вся продукция, безусловно, имеет достаточно высокое качество, подтвержденное ветеринарной службой. В целях проведения, скажем так, ярмарки мы особого внимания уделяем им вопросу регулярных цен. Напомню, что прежде чем провести ярмарку, соответственно, проводится мониторинг цен в торговых объектах нашего региона. Исходя из этого, Минтерхоз региональный формирует рекомендуемые цены для наших участников ярмарки, чтобы они составляли где-то на 10-15% ниже, чем те цены, которые устанавливаются в торговых сетях. И приведу пример даже по тем продуктам, которые реализовывались у нас на предыдущей ярмарке. Большим спросом у нас пользуется это куриное яйцо, производство нашей птицфабрики «Персонал». Цена на яйцо категории отборной составляет 70 рублей за десяток, в то время как в торговых объектах нашего региона составляет цены на подобную продукцию где-то порядка 90-93 рубля за десяток, то есть экономия 32%. Молоко разливное фермерское реализовывалось по ценам 50 и 60 рублей за литр, жирностью 4,7%. В сравнении, если мы возьмем симбирскую деревеньку, где реализуется также фермерское молоко, аналогичное по цене 80 рублей за литр, на центральном рынке 90 рублей за литр, то есть экономия составляет уже 80%. В торговых сетях молоко реализуется, если перерасчете на литр, 68 рублей, но жирность там составляет 3,2%. Сахарный песок также реализовывался по ценам 54-55 рублей за килограмм, в торговых сетях составляет цены 55-59, то есть экономия 10%. Мука 24-26 рублей на ярмарках, соответственно, в том числе у нас фермер Чайдоклинского района реализовывал по 25 рублей. В торговых объектах мы сегодня наблюдаем цены на муку, где-то в пределах 31 рубля за килограмм, то есть экономия получается 29%. Ну и так далее. В группе, соответственно, у нас порядка 80% экономия картофель, 30% экономия по сравнению, если цены сравнивать, опять же, ярмарочные и в торговых сетях. Что касается контроля качества, еще раз акцентирую внимание, у нас каждую ярмарку принимает участие агентство ветеринарии и осуществляет особые контроли. У нас выезжает мобильная ветеринарная лаборатория. Порядка 15 работников агентства ветеринарии принимали участие в рамках контроля продовольственной безопасности. Охрана общественного порядка осуществляла у нас 32 сотрудника добровольной дружины, в том числе 8 сотрудников полиции. На ярмарках у нас традиционно большую роль играет эта социальная составляющая, не стало исключением и прошедшая ярмарка. Особое внимание было уделено людям с ограниченными возможностями, одиноким пожилым гражданам. Для этого у нас порядка 30 волонтеров работало в предыдущую ярмарку. Также было организовано 5 машин социального такси, которые позволяли достать продукты питания людям, нуждающимся, соответственно, до дома. На ярмарках работала также площадка с социальным вопросом, передвижной мобильный центр занятости населения, где можно было получить консультацию по имеющимся вакансиям. Также хочу поблагодарить непосредственно Министерство здравоохранения, потому что в каждую ярмарку у нас принимает участие передвижной центр, где можно будет пройти фраграфическое обследование, а также вакцинацию от коронавирусной инфекции. Также хочу поблагодарить Сенгелейский район за организацию так называемого кулинар-шоу. Напомню, что у нас Сенгелейский район является блинной столицей, и у нас жительница города Сенгелей Ирина Кубекова выпекала блины на большой сковороде объемом метр. Бесплатно угощали, соответственно, всех посетителей ярмарки. Ну, а также была организована полевая кухля, где участники ярмарки, соответственно, могли также угоститься кашей, которую приготовил Облпотребсоюз. Ну, и отмечу, что у нас в каждую ярмарку присутствуют общественники, в частности, это Ермаков Сергей Николаевич, председатель областного совета ветеранов. Он не пропустил у нас ни одну ярмарку и является на сегодняшний день главным таким арбитром по качеству проведения ярмарки, в том числе объем продуктов питания, которые привозят наши сельхоз-тавропроизводители. Ну, и же Самойлов Антон Николаевич, ветеран АПК, председатель общественного совета, применитель хозы. Они оценили, что ярмарк, соответственно, имел достаточно широкий ассортимент продукции, и цены на ярмарках также были доступны для населения, снижены на 10-15% от торговых объектов, которые представлены в нашем регионе. Выслушали министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаила Семенкина. Утро нового дня. Программа радио Государственной телерадиокомпании «Волга». Радио России. Ульяновск. Спорт. В Ульяновске завершился чемпионат и первенство ПФО по кикбоксингу в разделах «Фуллконтакт» и «К1». В соревнованиях приняли участие 580 спортсменов. На ринге встретились борцы из всех регионов ПФО, а также из Луганской Народной Республики. Наши ребята заняли первое командное место и завоевали 90 медалей – 39 золотых, 25 серебряных и 26 бронзовых. Успех спортсменов – это результат работы большой и слаженной команды. Впереди подготовка к первенству и чемпионату России. Завершились чемпионаты и первенства ПФО по смешанному боевому единоборству ММА среди юношей 16-17 лет. Результаты. Чемпионат ПФО. Первое место – Рашид Газиев, Магомед Хибдеев. Второе место – Йосинхон Дедаханов, Магомед Гаджиев, Раджаб Джаватханов. Третье место – Киемидин Бабоев. Первенство ПФО. Третье место – Ярослав Захаревич. Четыре ульяновских спортсмена завоевали награды всероссийских соревнований по бадминтону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания проходили в Казани с 14 по 19 марта. Альбина Мухаметова стала второй в одиночном разряде, класс SL3, и третий в парном женском и парном смешанном разрядах. Юлия Минибаева стала первой в парном женском разряде и третий в одиночном разряде, класс SL3. Екатерина Антонова завоевала серебро в парном женском разряде и бронзу в одиночном разряде, класс SU5. Дмитрий Гутырев завоевал два серебра в одиночном разряде, класс SU5 и парном мужском разряде. На лыжной базе Охотничья прошла первая областная спартакиада по лыжным гонкам в рамках проекта «Берем пример, тренируемся, становимся победителями». В соревнованиях приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья из школ-интернатов номер 89, 88 «Улыбка», Максимовского детского дома, школы-интернаты для слабовидящих номер 91, филиалы школы номер 39 и спортсмены Ульяновской спортивно-адаптивной школы. Всего 75 спортсменов. Команда «Старт» 2014 года рождения принимала участие в турнире по футболу «Симбирск Кап» и стала обладателем первого места из золотых медалей. В турнире участвовало 8 команд – из Ульяновска, из Шеевки и Сурского. Команда «Старт» сыграла 13 матчей, в которых одержала все 13 побед. Разница забитых и пропущенных мячей – 92-14. Лучшая атака и оборона на турнире. Лучшим игроком по итогам соревнований стал Николай Дубов. Поздравляем тренера Константина Марушкина и его воспитанников с победой! В Ульяновском районе провели первую в регионе лыжную спартакиаду для лиц с ограничениями по здоровью. В соревнованиях участвовало около 50 человек. Это и дети из школ-интернатов, и воспитанники детских домов, и взрослые. Дистанции, которые прошли особенные спортсмены, небольшие – всего 100 и 500 метров. Но для многих из участников сам выход на лыжную трассу стал настоящим подвигом. Наш край – Ульяновская область. Недалеко от села Красный Гуляй в Сенглеевском районе находится редкое для нашего края природное творение – Змеиная горка. Это сеть совсем небольших холмов, раскинувшаяся на пару километров. Однако место на самом деле удивительное. Там соединяется подземный мир и мир лесной. Среди смешанного леса находятся каменные глыбы, а среди них пещеры – довольно глубокие и просторные. Впрочем, входа в них не так-то просто найти. Местные зовут этот участок Змеиной горкой. Название Змеиная горка это место получило не просто так. Змей там действительно много. Встречаются и ядовитые гадюки. Главная пещера представляет собой карстовый разлом с пустотами протяженностью около 80 метров и состоит из трех залов. Самый большой из них достигает 5 метров в высоту и 12 в диаметре. Глубина пещеры в среднем 5 метров, а кое-где и 9 метров. В дальних залах есть небольшие сталактиты. Над входом в пещеру нависают гигантские камни. Люди, желающие попасть в пещеру, часто выполняют ритуал с просьбой к хозяйке пещер пропустить их внутрь и выпустить обратно. Очаровательный лес, камни, пещеры, легенды – все это делает место очень притягательным. Особенно хорошо здесь золотой осенью. Однако на Змейной горке слишком много мусора от туристов. Если вы направитесь в это место с ночевкой, не забудьте взять с собой воды, поскольку источников рядом нет. Спускаться в пещеру нужно по импровизированным ступеням, а в лаз пробираться на четвереньках. Преодолев проход среди бугристых каменных стен, вы попадаете в первый зал, который уходит вниз и налево. Высота этого зала больше человеческого роста, и туда пробивается дневной свет. Чтобы попасть в следующий зал, нужно проползти еще несколько метров, так как лаз низкий. В следующем зале уже полная темнота и тишина, а пещера идет дальше. Температура в пещере около нуля градусов. Чем дальше спускаться в пещеру, можно ощутить теплый ветерок. На стенах растет красивый зеленый мох или шайники. В каменных пустотах около пещер есть брошенные гнезда птиц. Говорят, в пещерах когда-то была замечена летучая мышь Кожан двуцветный. По рассказам местных жителей, летом в пещерах много ящериц. Внутри пещеры есть камни, которые сверкают при свете фонарей. Это камни из белого кварцевого песка. На вид он совершенно белый. Такой редко где увидишь. Бытует мнение, что в пещерах раньше добывали чистейший кварцевый песок. Он там повсюду. На стенах, потолке и на полу. Песок сухой и чистый. На нем приятно просто полежать. Особенность пещер в песчаниках – их удивительно легко копать. Ходы в пещере широкие. И чтобы продвигаться вперед, достаточно разгребать песок в стороны. Говорят даже, что подземелья являются искусственно созданными каменоломнями. Можно увидеть следы от тонких каналов, которые бурили для закладки взрывчатки. Итак, можно сделать вывод, что змеиная горка с ее пещерами и карьерами – не только памятник природы, но и памятник истории горного промысла. Здесь можно проводить организованные экскурсии по изучению флоры и фауны – горного дела. На поверхности, недалеко от входа в пещеру, есть уникальное природное сооружение – каменный мост. Он представляет собой толстую балку, протянутую от одной скалы до другой. Такие мосты довольно редко встречаются в природе, но этот, по всей видимости, творение человеческих рук. Возможно, мостом стала часть потолка еще одной подземной штольни. С этим местом связано несколько легенд. Одна из них говорит о том, что когда-то, прогуливаясь по мосту, парочка влюбленных оступилась и упала вниз. Другая легенда гласит, что когда проходишь по мосту, следует загадать желание. Многие уверяют, что оно обязательно сбудется. Только вот ходить по мосту следует аккуратно, глядя под ноги. Змеяная горка находится в 30 километрах от Ульяновска, в 2,5 километрах от поселка Красный Гуляй Сингелеевского района. Доехать до поселка можно на автобусе. Самый быстрый вариант по маршруту Ульяновск-Силикатный. Время в пути составит 45 минут. Если вы отправляетесь в путь на автомобиле, то нужно выехать на трассу Ульяновск-Сызрань. У больших ключищ повернуть налево в сторону Сингелея. За поворотом на Ламы проехать прямо и через 400 метров повернуть на Красный Гуляй. Затем через поселок выбраться на западную окраину и двигаться прямо вдоль учебного аэродрома. Ориентир – небольшая горка, которая чуть видна среди леса. Эта горка и есть Змеиная. А вот от Красного Гуляя до Змеиной Горки придется идти пешком по полю километра 2-3. Дорога там есть, но после дождей в колее можно и увязнуть. Вкусно и полезно! С вами Наталья Кузина и региональный центр общественного здоровья. С весной женщины расцветают. Конечно, эта расхожая фраза в первую очередь касается женской внешности. Женщины скидывают теплые одежды, которые их могли полнить. Вместо теплых колготок – тонкие чулочки. Вместо громоздких и тяжелых шуб – обтягивающие курточки и кофточки. Красавицы! Ах, беда, пуговка не сходится на юбочке или изящных брючках. За зиму располнела, набрала лишний вес. Ужас, кошмар, караул! И женщина садится на изнуряющую диету. И так практически на протяжении всей жизни. Ну да, красивой и стройной хочется быть всегда. А вот медики оценивают красоту женщин по-другому. Это здоровая кожа, волосы, ногти. Здесь уже облегающей блузкой или дорогим кремом для лица не отделаешься. Здоровье кожи, волос и ногтей приходят изнутри. В зависимости от того, чем и как женщина питается. Нет изнуряющим и бестолковым диетам, говорят врачи. Нет смертельно опасной анорексии. Есть надо все, только из чайных блюдцев. Вторит им балерина Галина Уланова. Крупы, овощи и фрукты с клетчаткой, витаминами и микроэлементами, рыба, мясо, жиры. Все должно быть в рационе женщины. Главный терапевт Ульяновской области Надежда Рогожина уточнит, что именно. Есть мнение, что сохранить женское здоровье и красоту помогут специальные продукты. Так ли это на самом деле? Современная медицина не выделяет питание для женщин в отдельную категорию. Все в рамках здорового сбалансированного питания. Отличия могут быть в количестве суточных калорий и некоторых нутриентов, минералов, витаминов. Они зависят от пола и возраста. Беременным женщинам и кормящим мамам приходится тратить больше энергии. Но это не значит, что и есть нужно за двоих. В первую очередь нужны овощи и фрукты. Они обеспечивают организм клетчаткой, питательной средой для микрофлоры кишечника, большим количеством витаминов, особенно группой В, бета-каротидами. Они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Норма – это как минимум 400 грамм в сутки или 5 порций. Делать это нужно не только летом, а круглый год. Можно также употреблять тушеные, замороженные, консервированные овощи и фрукты. Обратить внимание на зерновые продукты. Они являются важнейшими компонентами полноценного женского рациона. Содержат медленные углеводы. Наш основной источник энергии – клетчатки. В отличие от быстрых, легкоусвояемых, эти углеводы надолго сохранят чувство насыщения. Кроме этого, в оболочке зерен содержится много витаминов. Поэтому цельные злаки, неочищенный рис, или по-другому еще говорят коричневый бурый, пшеница, овес, а также хлеб из цельнозерновой муки, предпочтительны к употреблению. Обратить внимание на продукты с правильными жирами. Нерафинированное растительное масло – это прекрасный источник ненасыщенных жиров. А неважный компонент – клеточные мембраны, источник половых гормонов. Поэтому масло с неснасыщенным жиром в составе идеально подходит к женскому рациону, как дополнение заправка для овощных блюд. При этом нужно быть осторожны с продуктами, которые содержат трансжиры, жареные блюда, готовая еда, фастфуд и готовые пульфабрикаты. Обращаем внимание на источник витамина D и кальция. Около 90% женщин не употребляет достаточное количество витамина D и примерно 60% испытывают недостаток в кальции. Вот такие данные были опубликованы. А эти нутриенты важны для здоровья костей и суставов, особенно в постменопаузе. В этот период процесс разрушения костной ткани происходит намного быстрее. Больше всего витаминов D содержится в морской жирной рыбе – лосось, сардина, сельдь, скумбрия. Также дефицит обоих нутриентов помогут восполнить молочные продукты. Иногда они дополнительно обогащены витамином D и кальцием. Поэтому не нужно забывать регулярно включать в меню творог, молоко, кефир, йогурты, сыры и другую молочную продукцию. Говорим и пишем правильно. Как хорошо уметь читать, а также писать и говорить, и чтоб непременно правильно, просто и без норовоучений, о словах, выражениях и ударениях. Об этом расскажу вам я, Мария Свешникова. Здравствуйте! Росомах. Как правильно написать с удвоенной С или с одной? Слух может вас обмануть. Не успели мы привыкнуть к тому, что слово рукола пишется с одной К, хотя слышится там явно удвоенное, как нас решила добить Росомаха. Да, тоже при помощи одной согласной в середине. Правильно писать? Ро-со-ма-ха. И кличка супергероя из людей Икс и название хищного млекопитающего семейства куних с ценным мехом согласно словарям пишется с одной С в середине, а вокруг согласной две О и никаких А. Почему же нам так хочется ту самую С удвоить? Возможно, дело в том, что раньше так было можно. Некоторые словари дают вариант Росомаха с пометкой «устаревшая». Любопытный факт, Росомаха – это не только зверек, но еще и довольно распространенное название небольших российских рек. Такие, например, есть в Нижегородской, Тамбовской областях и в Красноярском крае. Росомаха занимает отдельное почетное место в мифологии всех народов, которым посчастливилось делить с ним территорию. Самое интересное то, что практически во всех культурах к ней относятся одинаково и называют хитрым и умным демоном, которого возможно увидеть только если он сам этого захочет. Некоторые индейцы почитали животное за быстроту и находчивость и считали, что Росомаха – посланник между миром людей и духов. У индейских шаманов считалось большой честью удостоиться покровительства тотема Росомахи. Такой шаман, по поверью, становился неуязвимым. В славянской же мифологии Росомаха – это дух в обличии женщины. Такого духа представляли женским демоническим существом, который появлялся в полях или лесах. При этом в ряде российских губерний слово «Росомаха» издавна было бранным и оскорбительным. Часто так называли рассеянного и неряшливого человека. Согласно словарю Даля, ходить с Росомахой – это ходить в одежде нараспашку неряшливо и некрасиво. Запомнили? Росомаха пишется с одной «С» – РО-СО-МА-ХА. Этот день в истории музыки. В этот день появились на свет композитор, пианист Анджела Бадаламенти, певец, актер Джереми Клайд, певец, продюсер, телеведущий Александр Цекало, автор песен, музыкант, певец, заслуженный артист Российской Федерации Валерий Сюткин. В зимний день ты грустишь почему-то, Может быть, на суденышке у тла, На загадочный огонек. Также в этот день в мировой и отечественной культуре произошли следующие события. В 1963 году группа «Битлз» выпускает свой первый долгоиграющий альбом «Плиз, Плизми», который сразу же занимает лидирующие позиции в британских хит-парадах. В 1975 году в Швеции прошел 20-й конкурс эстрадной песни «Евровидение». В 1908 году в Швеции прошел 20-й конкурс эстрадной песни, в 1970 году открылся легендарный рок-фестиваль «Весенние ритмы молодежи 80» в Тбилиси. Там выступали группы «Автограф», «Интеграл», группа Стаса Намина, «Аквариум». Фестиваль длился 8 дней. Под небом голубым есть город золотой С прозрачными воротами и яркою звездой А в городе том сад, все травы да цветы Гуляют там животные невиданной красы В 1988 году состоялся первый концерт московской группы «Дым». В 1992 году было официально объявлено о прекращении существования группы «Tears for Fears». Ее вокалист и композитор Роланд Орзабал оставил за собой право использовать бренд «Tears for Fears». За время существования проект выпустил 15 хитов. В 2004 году по результатам голосования «Человеком, которому большинство доверило бы миссию встречать представителей с других планет стал рок-певец Оззи Осборн. Программу «Утро нового дня» для вас провел Алексей Сорокин. До встречи в дневном эфире в 12 часов 40 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин